МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Недавно в центре Иерусалима возле старого Машбира мы наблюдали любопытнейшую картинку. На площади за длинным столом сидели, ну прямо как с картины «Дружба народов». Арабы в куфие и арабки в белых платках, бородатые поселенцы с кипой и религиозные еврейки в кесу и рожь. Ну и просто светские граждане. Плакат рядом гласил, что это народные мирные переговоры, которые проводит израильско-палестинский конгресс мира. То есть левые задействовали свой резерв, так называемую инициативу снизу, народную дипломатию. На инициативу сверху ведь уже мало кто реагирует. Понятно, что многочисленным посланникам ООН, Белого дома, Евросоюза, вожделенная бумажка, но хоть какая-нибудь подписанная между Израилем и палестинской автономией, нужна как сатисфакция за чудовищные провалы в Сирии и Египте. Цепи ливня, которые чуть ли не единственная эту инициативу Рьяна продвигает, успех нужен как собственная политическая сатисфакция. Шимону Пересу, ну это тоже понятно. А мошбирные переговоры, они, как обычно бывает на подобных двусторонних встречах, были похожи на игру в одни ворота. Израиль ради мира должен и как шарманка. Граница 1967 года, снятие блокпостов, разрушение стены, Иерусалим и прочее. Не совсем шарманка, однако. Аппетиты палестинцев растут от переговоров к переговорам. Что за это получит Израиль? Ну, возможно, нас не так часто будут взрывать и обстреливать. Большой вопрос, без стены блокпостов. Может быть, в палестинской автономии прекратится антиизраильская истерия? Ведь какой мир со свиньями и обезьянами? Но как раз об этом наши израильские переговорщики и не спросили. Впрочем, недавно сам Махмуд Аббас четко и ясно сказал, что он готов отдать Израилю хайфу, ака и цфат. Щедро, а главное честно. Но не Иерусалим же или и у идеи, в конце концов. Но что же мы хотим, если господин госсекретарь Кэрри публично заявил, что судьба переговоров зависит от уступчивости израильтян, от их готовности отдать больше, чем палестинцы. То есть мы им территорию Эрес-Исраэль, воду и прочее, а они нам очередную подписанную на лужайке бумажку. Ну а потом хоть трава не растет. Кстати, гушка тифи, она и не растет.